Субботник в режиме самоизоляции. 11 апреля на уборку города вышли специализированные городские службы. Жители Самары в работах участия не принимали. Сейчас важнее оставаться дома, чтобы не допустить заражения вирусом. У города достаточно ресурсов, чтобы справиться с уборкой без привлечения горожан. Конечно, действительно традиционно у нас жители принимали самое активное участие. Я за это их никогда не устану поблагодарить. Но в данной ситуации, пожалуйста, доверьтесь нам. Мы постараемся в максимально короткие сроки справиться со всеми поставленными задачами и все-таки подготовить город к предстоящим праздникам. Будем стараться. В субботнике были задействованы 5700 сотрудников муниципальных предприятий и 350 единиц техники. Все работы проводились в масках и с применением средств защиты. Было убрано порядка 80 кубометров мусора, плюс дезинфекция парков, скверов и уличнодорожной сети. Пока позволяла погода, уборку города продолжили, и в день космонавтики. Ранее субботнее утро, а в парке «Дружба» генеральная уборка дезинфицирующими веществами обрабатывают скамейки, тротуары, малые архитектурные формы и детские игровые комплексы. Есть одна поливомоечная машина на базе МАЗ, 5-кубовые реагенты с запасом на 7 дней. Сейчас увидим, машина там проходит, ведется помывка дорожек. 5-процентным, 0,5% хлора. На бульваре Старозагора тоже дезинфекция. Работу ведут ежедневно. Сначала прошли пылесосом, все подмели, убрали. Потом водой сегодня прям промыли. И после промывки мы обрабатываем, добавляем бионорт, моющие средства, и хлорамин B – это дезинфицирующая жидкость. И идем, начинаем с пункта А, с шибки, и до конца, до нового вокзальной. Мы за сегодня весь этот обед обработаем. По просьбе жителей, которые обращаются к Елене Лапушкиной в социальных сетях, глава Самары проверила, как дезинфицируют подъезды в промышленном и Куйбышевском районах. Обработка и уборка идет регулярно. Специальными средствами протирают все поверхности – ручки входных дверей, перила, кабины и кнопки вызова лифта. В качестве дезинфектора используется хлорсодержащий препарат, одобренный к применению Роспотребнадзором. «Каждый день проводим ее, потому что как уберем двор, так начинаем проводить вот это протирание, вот это все. Двери, потом ящики почтовые, подоконнички протираем, окошечки вот эти все протираем каждый день». «А это даже уже как-то спокойнее человеку будет, спокойнее намного. И перилы тоже вчера все протерли, все нормально, нормально. Вот это хорошо, мне нравится, как говорится. Но и не только на меня, все остальные жители». Во время рейда Елена Лапушкина подчеркнула, что дезинфекция подъездов – это очень важная процедура, которую должны выполнять все управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Многие из них относятся к этому добросовестно, есть и те, кто не понимает всей серьезности этих мероприятий. Поэтому городская администрация в ежедневном режиме контролирует эту работу. И глава города поставила задачу районным администрациям максимально оперативно реагировать на информацию, которая поступает от горожан. «По компаниям есть запас дезинфицирующих, хлоросодержащих средств, ну и техника, люди, в принципе, экипировка, все соответствует тем требованиям, которые необходимы для проведения данных работ». Особое внимание дезинфекции будут уделять до конца режима повышенной готовности. Сергей Кизуркин, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События.